И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и довольно такой неожиданной теме. Сегодня мы разберем два дрона, с которыми можно ставить большое количество мин в нашем матчмейкинге. По сути, это, возможно, видеоролик в помощь для выполнения заданий с миссиями, потому что на сегодняшний день у нас есть супермиссия, с которой нужно убить 33 танка минами, и, быть может, вы еще эту заданку не выполнили. И сегодня мы сделаем обзор двух этих дронов, которые как раз-таки мины у нас могут ставить в большом количестве. Это дроны минер и дрон диверсант. Диверсант ставит за активацию своего дрона при полной прокачке 9 мин, то есть это получается такая ромашка в виде мин. И после того, как у него проходит кулдаун на дроне, то вы добавляете еще 9, но если вас уничтожают, то все ваши мины сгорают. Да, большое количество мин, да, это может быть суперэффективно, если вы очень долго живете, но если вас противник унесет нарез, то все ваши мины сгорят. Что касаемо дрона минер, то здесь при полной прокачке у вас есть возможность сохранить 100 мин, и если даже вас уничтожает противник, ваши мины сохраняются на карте до тех пор, пока вы не будете с кулдауном вашим дроном и на респе. То есть, если у вас есть иммунка от подавлений, то это вообще сделать крайне сложно, если вы просто читаете свой кулдаун и понимаете, через сколько у вас мины могут сгореть. То есть, например, у вас уничтожает противник на респ, у вас 30 секунд, когда не работает ваш дрон, и если вас уничтожат, то тогда все ваши мины сгорят. Вы там можете либо паузу исхитрить, постоять, подождать, чтобы кулдаун этот дрона прошел, либо же вы просто грамотно сыграете, эти 30 секунд выживете, и все ваши мины будут сохраняться на карте. Плюс, если грамотно прожимать расходку, то за счет минера можно ставить, ну, грубо говоря, примерно столько же мин, сколько можно ставить мин с диверсантом. Но, но, мы сегодня рассмотрим этих два дрона в рамках матчмейкинговых каток, и хотелось бы, конечно, чтобы это был один и тот же режим, и этот режим должен быть штурм за деф. Вопрос лишь только в том, насколько удачно меня закинет в него, и насколько быстро я туда попаду, но если вдруг меня будет очень долго пикать, и не будет получаться попасть именно за деф, то я поставлю видос на паузу, и когда запикаюсь, тогда мы уже вместе с вами продолжим. Что касаемо вооружения, то у нас будет сегодня Ареса Скорпион, но, по сути, главный акцент мы делаем исключительно на дроне, то есть это вооружение будет способствовать моей дополнительной жизни, да, с Скорпионом я сдалека смогу уничтожать противника, который будет, возможно, меня кемперить, а Ареса это корпус, который, ну, либо даст мне возможность получить дополнительное хп от самого себя, плюс это тяжелый танк, и плюс, если надо будет, можно будет поражать и слить противника, который будет там очень нагло действовать на карте. Поэтому комбинация вот такая вот. Ну и пикаем в штурм за дефчик, надеюсь, что меня сразу же закинет, не будет меня сейчас кидать за атаку 40 тысяч миллиардов раз, потому что я знаю, очень часто бывает такое вот, когда мне надо в штурм за деф, меня кидает всегда за атаку, когда я хочу записать видос в штурме за атаку, меня всегда кидает за деф, то есть полностью наоборот, а не то, что мне нужно, но, может быть, сегодня, сейчас нас сразу, с первого раза забросят в штурм за дефчик, за дефчик, за дефчик, за дефчик, надеемся за деф, надеюсь за деф, надеюсь за деф, надеюсь за деф, за деф, за деф, за деф, за дефчик. Есть, есть, супер Карта, конечно, не супер шикарная Сразу скажу, на такой карте реализовать, возможно, моего дрона будет не так просто Но в целом будем пробовать У нас диверсант, который ставит по 9 мин при полной прокачке У нас есть пару-тройку проходов, на которых противник будет играть И вот этот проход, например, один из таких Два нижних прохода закрываем Плюс пытаемся закрыть боковые вот эти вот стенки По сути, если вот здесь я где-то поставлю еще свою ромашку, то будет супер У вас кулдаун 30 при полной прокачке 30 секунд кулдаун дрона И мне кажется, даже и без прокачки полный будет такой же самый Только здесь мин количества будет больше И более качественно надо закрывать как можно больше зон За счет того, что у вас прожимается сразу с одной минки 9 Вот так вот ставите вы То наша задача закрыть как можно больше зон Чтобы эти мины работали Чтобы это было эффективно Ну и конечно нам нужно стоять больше в сейве Потому что у нас нет возможности уйти на респ И сохранить свои мины Если бы я, например, сейчас играл бы на миньоре То я мог бы спокойно кататься бы по карте И ни в чем себе не отказывать Да, и зная, что меня там не уничтожат Даже если там прилетит какое-то большое количество урона Я все равно засейвлю свои мины И просто с респа я должен буду не умереть 30 секунд Пока что у нас, кстати, противник не едет на нашу базу Вообще от слова совсем Пытаются мне здесь с скорпионами накидывать какие-то неприятные плюшки Мы также добавляем скорпиона с водочку контентовую по титанчику Но пока что противник не едет на наши мины Что, конечно же, плохо, плохо, очень плохо Ведь я бы хотел бы именно показать реализацию этих мин Когда противник будет на них уже подрываться Когда они не будут просто так безидейно, вообще бессмысленно стоять А когда на них будет подрываться постоянно противник А когда это будет очень круто и эффективно работать Но пока что у нас противник особо не едет вперед Хотя это обновленный штурм В котором за атаку стало играть намного Прям намного проще И, быть может, сейчас противник еще начнет ездить к нам Я видел, что там молодой человек со мной здоровался Поэтому мы, конечно же, не игнорим Конечно же, не игнорим Мы здороваемся Так, и у нас ромашки есть лево-право Есть везде у нас здесь Давайте поставим вот такую вот Не знаю, насколько она будет грамотная Потому что противник пока что вообще не едет Может быть, стоит поставить туда чуть-чуть вперед Контентик Так, вот здесь я лучше овердрайв прожму На всякий случай Чтобы вдруг меня не унесли Все равно здесь как бы Особо прожимать овердрайв негде А вот такие вот моментики решать можно Также заинтересовала эта тема меня для записи видеоролика Потому что на одном из стримов я выполнял заданки как раз таки со своими минами И это было интересно Поэтому я решил уже показать это все в рамках видеоролика Ну и, конечно же, потому что Назарчик сказал, что обязательно нужно обозревать эти два дрончика И сравнить, какой же дрон из этих двух лучше Если вы живете, ну я могу сразу сказать, да, если вы живете супер долго И противник вас не уничтожает То диверсант это тоже неплохой выбор Да, но другой вопрос Если вы запикаетесь против более-менее нормального противника Который будет видеть, что вы играете на диверсанте И будет знать, что если он вас уничтожит, то все мины слетят То он будет принципиально играть в вас И, скорее всего, рано или поздно он вас уничтожит Поэтому минер в этом плане более сейвовый дрон Который дает как раз-таки возможность Не получить большое количество дополнительного урона О, кстати, не понял А почему у нас в той зоне нету мин? Интересно Интересно вот сейчас Блин, блин, только не на слив Нет, нет, нет Ну вот так вот бывает Вот так вот бывает То есть вы можете поставить супер большое количество мин Но вы просто уйдете на респ И все И все Вы уходите на респ И ваши мины не работают Но может быть это даже к лучшему Что меня сейчас унесли Потому что после того, как меня унесли Сейчас у нас противник будет ехать вперед И будет пытаться доставлять Так, мы ставим вот сюда минки На проходик Неплохую ромашку сюда поставили Через 26 секунд мы поставим сюда справа Как раз в те две зоны, в которых у меня мины стояли Но я, кстати, не понял, куда мои мины пропали Потому что здесь Я уже до этого и ставил сюда минки Так, это сводка куда у меня летит Ага, должна была в меня залететь Но, конечно же, она не залетела Так, пробуем накидочку урона давать Так, 8 секунд до кулдауна еще моего дрона И мы сюда вот такую вот контентовую ромашечку ставим Так, хорошо Две ромашки у нас по краям есть Титанчик уже выпушивает Зонку Так, и мины подрывать он не начал Хорошо, ладно Мины пока что сохраняются Плюс у меня есть еще Овердрайв Который может тоже неплохо сработать Так, и противник, который пытается ехать По минам Слабовато, если честно По минам Как будто у них Да, у них просто реза от мин Я понял Просто уже молодые люди играют в матчмейкинге с резистами от мин Так, ну ладно Мы ничего страшного Мы добавляем еще сюда одну контентовую ромашечку И еще добавочку Даже может быть лучше чуть-чуть вперед будет ее ставить Чуть-чуть вперед Но такую легенькую накидку по урону даем И потом уже пытаемся выставлять свои мины По более широкой траектории Здесь, кстати, титанчик неплохо едет Может быть сейчас подорвет мои миночки Плюс васпик на газовочку какую-то дает Так, титан едет Ой, по минам Пошел, пошел, родной Пошел, родной Блин, и не уничтожил его минами Представляете? Не уничтожил его Ладно Хорошо исправим эту ситуацию Поставим чуть-чуть шире мины Это как-то малоэффективно нас У нас получается как-то уничтожить противника Чуть-чуть шире сдадим В диверсанда просто проблема в том, что Вы не можете особо контролировать то, как стоят ваши мины На минере вы можете в одну точку поставить там 3 мины, например, да? И вы четко понимаете, что если у вас там 3 мины в одном месте Противник заедет на них Если у него не будет реза от мин, то он умрет То есть вы можете сами дирижировать Сами себе художник, как говорится Можете сами понимать, куда вам нужно воткнуть эти мины А на диверсанде у вас просто дефолтная ромашка И, ну, по сути, нету такого дополнительного выбора Расстановки ваших мин Поэтому если вот так вот вы ставите одну ромашку в одном месте То я бы на вашем месте даже добавлял бы вторую ромашку рядом Вторую даже рядом добавлял бы, смело И тогда в этом уже будет больше профита и больше смысла Но пока, если я не ошибаюсь, если я ничего не пропустил То я ни одного танка не уничтожил мины А если я... Ой, случайно Офигеть Офигеть, гений, просто гений Это гений был сейчас Если вы вдруг не поняли, это был гений овердрайва Я нажал не ту кнопку, которую я хотел нажать Еще и в минус в тилте после этого Но, но Насчет диверсанта, да? И минера Если противник едет по одним и тем же траектории Да, то диверсантам вы все равно будете хорошо закрывать зоны Да, вот, например, на таких узких моментах На таких узких картах Это будет все равно эффективно работать Это будет уничтожать противника на минах Только единственное, что вам нужно, ну, где-то добавить две, например Мины, да, в одном месте Я имею ввиду две ромашки Где-то просто постараться сыграть чуть более пассивно Чтобы не умереть Но все равно, видите, все упирается в то Что когда вы уходите на респ Ваши мины сгорают, да, и все Да, то есть даже вот мой глупый овердрайв Который я не должен был жать Который я случайно прожил И все, как бы, вы улетели на респ И то, что вы там поставили каких своих 40 мин Они все улетели Все, да, их нет То есть уже эффективность ваших мин отсутствует То есть вы уже проиграли момент игровой Так, нажмем аптечку Но я даже здесь не поживу Здесь я даже ничего поставить не смогу Потому что мне сразу уносят нарез Падает овердрайв сверху у нас И, конечно, это нехорошо Что у нас не получилось здесь вообще никакой абсолютно реализации Так, противник очень часто едет в доставку именно через право Поэтому давайте мы попробуем сейчас вот сюда вот И еще один контентик поставить В надежде, что этот контентик сыграет И то, что он будет эффективен Но по мне уже залетает, начинают сводочки Здесь уже попер летит контентовый Ну, ему нормально тоже по голове прилетает периодически Поэтому, в принципе, ничего плохого в этом нету Так, Титан едет по минам Едет, едет, собирает Ну, собирает много, но выживает Срезом играет молодой Срезом играет Еще и поставит на доставку Замечательный куполочек Но вы видите, что даже, даже при том раскладе Что противник проигрывал этот бой без шансов Штурм за атаку теперь стал таким Что в любой момент ты можешь начать делать этот камбэк В любой момент ты можешь вернуться в эту игру Потому что тебе за одну доставку флага дают целых 10 очков командных А это очень много Это прям безумно много И, конечно, когда такая ситуация происходит И когда противник живет у тебя еще дополнительно на респе И другие игроки начинают доставлять То, конечно, это будет эффективно Это будет работать Но мы здесь акцентируем внимание на моих минах И с диверсантом мои мины не сработали от слова совсем Прям вообще никак не сработали мои мины Хотя я, если честно, думал, что на диверсанте у нас сегодня получится тоже неплохо поконтентить Неплохо поставить миночки Неплохо сделать работку Но по итогу за полный матчмейкинговый бой Я, если не ошибаюсь, не уничтожил ни одного противника мины Ни одного, просто ноль Ноль убийств минами Ну и плюс, конечно же, поулетал на респе Где, возможно, мог и посейвиться, и не улететь Например, в том моменте, когда я овердрайвом сам себя уничтожу Но бой мы выиграли В любом случае бой мы выиграли 24 на 6 мы закончили С дроном диверсант Но, если мы учитываем заданку с минами То моя заданка с минами Никаким образом не выполнялась в рамках этого боя Может быть, я где-то там пропустил один какой-нибудь килл Но этого я, к сожалению, посмотреть не могу Это вы уже можете сами написать под данным видеороликом Если вы вдруг там заметили, что я где-то кого-то хотя бы одной минкой уничтожил Но теперь мы берем дрон минер Который был тем самым дроном, на котором я играл и выполнял эти заданки То есть, я изначально у ребят спрашивал Какой лучше дрон использовать? Минер или диверсант? И по итогу Мы пришли к тому, что минер это безумно универсальный Дрон, которым как раз-таки такие заданки выполняются очень и очень просто Единственное, все, что вам нужно делать с этим дроном Это качественно занимать позицию расстановки мин Если вы будете понимать, сколько, например, в одном месте нужно поставить мин Чтобы противничек улетал на рез Сколько в другом месте поставить мин Да, например, на какой-то проходик вы просто становитесь на одну точку И сразу в эту точку три минки каких-нибудь ставите Либо там на другой позиции Ставите там две мины, потому что там с двух мин точно унесет противника Либо там вообще четверную мину ставите в одну точку И противник, который сильно не акцентирует внимание на этих минах Он бах, схавал треечку Бах, схавал четверочку И постоянно эти моменты будут реализовываться в плюс для вас Но сейчас вот меня закидывают за атаку две катки подряд Если вдруг меня сейчас закинет третью катку за атаку подряд То я ставлю на паузу данный видос И мы продолжаем тогда, когда меня уже закинет за девчик Потому что иначе у нас получится супер-супер длинный видеоролик На котором я еще и не так быстро все дело реализую Но диверсант, конечно, грустновато Если я показал, грустновато Я думал, что даже будет лучше Я думал, что где-то даже миночки сработают Ладно, давайте ставим на паузу Как запикает, то мы продолжим Есть контактичек Нас закидывают за депчик И закидывают как раз-таки на ту же самую карту год 2042 Ну и теперь мы начинаем пробовать делать реализацию Ту, которую я хотел делать изначально А именно, за счет минера У вас кулдаун вашей мины 15 секунд при полной прокачке И все, что вам нужно делать Это правильно и грамотно пользоваться своими минами То есть вы прожимаете мину, переключаете расходку И добавляете каждый раз еще дополнительные мины Две мины с хавлл прямо сейчас противник Но не умер, не умер на этих минах У нас очень сильно сейчас проседает база И противник просто конвейерит одну доставку за другой Это максимально печально Что у нас нету никакого абсолютно дефа в рамках этого боя Потому что если противник будет доставлять таким образом Во-первых, мы очень быстро, скорее всего, проиграем эту катку А во-вторых, я не смогу показать никакой абсолютно реализации На этом замечательном дрончике Блин, еще и бомба выпадает Неприятная Так, но у меня кулдаун уже прошел Это хорошо Сводочку выдаем Миночку ставим Чуть-чуть откатика даем Аптечка дроповая падает Мне бы вообще эту аптечку законтролить Но, к сожалению, я ее не забираю Ой-ой-ой, еще и хоппер влетает Ну просто у нас тут фул фарш на базе происходит Постоянно уносят наших тиммейтов Никто базу не дефает И хопперы противника доставляют флаг за флагом И, конечно же, это максимально печально Мины работают Мины работают Но, к сожалению, не уничтожают противника Что является, конечно же, плохим моментом В рамках любого боя Когда вы ставите мины и они работают эффективно Это хорошо Да, это хорошо Это уже неплохо Но вы же должны понимать Что простой поставки мин и подрыва их будет мало Потому что заданка-то как раз-таки уничтожить противника мины И здесь вы тоже можете проявлять небольшую такую хитрость То есть, например, когда противник везет флаг Вы видите, что у него, например, фул хп И вы можете давать одну, например, тычку Да, грамотную По противнику И дальше уже сажать его на мину Дополнительную, которую вы поставили То есть, накидочка урона Потом добавочка на минке И он уже уходит на респ Это уже работает Да, но в рамках этого боя, конечно, тут тяжело что-то сказать Потому что здесь Как бы я мины не ставил, все равно я ухожу на респ Хотя минер Минер-то сохраняет мины Я пока на респе Пока у меня вот кулдал мой не выбили Мои мины сохраняются Поэтому вот здесь В этом плане все равно Эффективность будет Так, хантер еще и стопит мой шар Так, вот такую миночку ставим Полторушку с мины я Выбил, но этого тоже мало Этого, к сожалению, тоже мало Ну Что я могу сказать? Вот такие фул фаршевые катки тоже бывают И на таких картах бывает, что у вас ничего не получается Еще и Попперы просто вкидываются в меня И постоянно вжимают Свои замечательные овердрайвы Ну, плохо Плохо, что я могу сказать Ну, хоть одну миночку бы какую-нибудь реализовать Я уже бы остался бы довольным Вот она, вот она, родная Есть, есть Вот хотя бы одну Даже в рамках такого боя Я подорвал И это хорошо Но Конечно, мы на такой катке не закончим Как я могу закончить на катке В которой у нас, по сути, не было никакой реализации Дрона-минера Поэтому мы пикаем еще одну каточку Еще одну каточку И уже В рамках этого боя Конечно же Надеемся На то, что меня закинет сразу в дед В новую катку В новую Что самое главное В новую Потому что когда вас запикивают Уже в бой, где противник разошелся И начинает делать доставки Такое Ну Ну, я даже не говорю о том, что Комбэкнуть сложно Такое Законтролить на мины Даже сложно Да, то есть Там даже мины Просто наставлять Уже очень тяжело Когда противник просто Со своими овердрайвами Пушит, пушит Доставляет, доставляет Пушит, доставляет Пушит, доставляет То есть у него уже овердрайв Копится в 4 раза быстрее Чем будет копиться у вас Потому что вы будете уходить на резк Вы не будете уничтожить противника А он будет Доставлять Килять Иметь уже овердрайв плюс 1 И За каждую доставку получать еще О, шикарная карта Шикарнейшая карта Это Та карта, которая На мой взгляд Вообще Является Одной из самых простых В дефе В этом режиме И здесь есть два захода На нашу базу И по сути, наверное Даже мины стоит ставить Не на своем Респее Возле штока А ставить мины Вот здесь Вот Вот здесь В эти проходы В этих проходах Самая эффективность будет Только главное, чтобы противник Под эти проходы играл И чтобы он В них въезжал Если это будет так То это будет Очень-очень хорошо Также Вот, например Мы сейчас поставим минку Да, вы можете снимать Кулдаун Своей мины Подобранным Расходником Также Вы можете Оп Хорошо, 4 минки Есть в проходе Ай Ну, ничего страшного Уничтожают меня Мины-то сохраняются Также Очень Неплохой вещью Является Использование Иммунитета От подавления На ваш корпус Если в случае Вы столкнетесь Наверное С противником Который будет играть С фризом С подавой Он может Ваш дрон Закдэшить То есть Если наносится Подавление Статус То Ваш дрон Автоматически Становится на кулдауне И если Он вас Уничтожит В этом тайминге То конечно же Конечно же Вы потеряете Все мины Потому что Ваш дрон Фактически Был на кд И Противник В этот тайминг Нанес Большое количество урона Все Ну даже не то что урона Он просто вас слил Он сливает вас И за счет того что Вы дрон на кд Вы Улетаете Без Уже оставшихся Своим мин Но то что при полной прокачке У нас сохраняется Целых 100 мин Это очень круто Это прям очень круто Я просто На бездонате Выполнял Заданку С Некачанным Таким дроном Да И там я мог поставить Всего лишь 10 мин Которые сохранялись Но 10 Это было мало И то И то Даже с десяткой Мин Я выполнил Эту заданку Так Сейчас мне главное Не слиться Потому что у меня Еще 10 секунд Дрон на кулдауне В двух пароходах У меня уже стоит По Где-то 3-4 Мины И противник пока что Под эти мины Вообще не играет Я не знаю Как они собираются Выигрывать Катку В штурме За атаку Если они не едут И не везут флаги Но возможно Они думают Что они играют в ТДМ Но рано или поздно Им все равно Придется ехать На эти флажочки Так попробуем Реализовать шарик Интересный Да Неплохой Неплохой Очень даже неплохой И Конечно же Когда они уже Поедут на мои мины У меня здесь будет стоять Уже супер Огромная пачечка Контентовых Миночек Так На кулдаун Сейчас мы Расходочку Обновляем Добавляем Миночку Здесь сейчас Поставим В проходе Так штук 20 Чтобы наверняка Сработало Мое минное поле Оп Викинга Байтим Байтим Конечно Байтим Дружаня Конечно На миночки На миночки Только на миночки Друг мой хороший Только на миночки Если вы вдруг думаете Что вы тут Сыграете Чуть аккуратненько И Не захотите проехать Опачки Мамонтелло Проехал А что это у нас У нас в этом проходе Уже мин нету Я понял 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 Исправляем ситуацию Исправляем Этот Ситуэйшн Добавляем Парочку мин Добавляем Так Мне нарез понесли Но Минки Стоят Викинг Ой Хорошо Сыграл По миночкам Есть Контактик Так В том проходе У нас Мины стоят Там я думаю Что ничего Не произойдет Мамонт Кстати Это один Только из Немногих Вариантов В котором Вы можете Законтрить Эти Миночки Так У меня 10 секунд Кулдауна еще Торопиться не будем Потому что сольюсь И все мои мины сгорят Ну вот Сейчас уже можно В принципе играть Я так думаю Так Ставим минку В проход Раз Добавляем Два Аптечка И сейчас еще Третью поставим Вот так вот Три самые быстрые мины Вот так вот Три мины быстро ставите Откатываете чуть назад Играете под кулдаун ваш Добавляете Дроповый Дроповую какую-то Расходочку Чтобы кулдауна у вас Не было например На вашем дроне Оп Добавляете сюда еще Миночку Можно еще Вот этого Замечательного Игрока слить Блин Сырная Не сливая Ну ладно Ничего страшного Ну и все Миночки стоят Викинг хавает Две схавал И проехал Значит мало стоит Значит надо добавлять Значит надо еще Поставить сюда Миночек Чтобы стало И еще побольше Раз ему мало Так И нифига себе Он влетает Офигеть У меня был дрон на КД Жалко Обидно Досадно Мои минки сгорели Ничего страшного Ничего страшного Даже когда сливаются Ваши мины Но здесь еще Вопрос в том Что я никогда Не хочу стоять на паузе Да то есть Я не хочу стоять на паузе Я не буду стоять на паузе Чтобы выжидать Тайминг И тогда Получать вот этот вот Дополнительный момент Когда Меня не могут Забрать С кулдауном Да Я всегда Респуюсь Я лучше эти 30 секунд Постараюсь Дамажить еще противника Дополнительно Чем я буду просто стоять В ожидании того Пока мой дрон С кулдауна слетит Да Поэтому Ничего страшного нету Когда даже я теряю На менюре мины В рамках видоса Да Ну и в рамках вообще В принципе игры Да Потому что пауза Да Это эффективная вещь Но это не вещь Которой я Заинтересован Пользоваться Так Миночка есть в проходе Но к сожалению Быстро выбивают Нашу зону Есть конечно Мои тиммейты Которые еще дополнительно Ставят мины И есть викинг Который выпушивает Под миночки Наши тиммейты Я так понимаю На диверсанте Здесь ставят мины Потому что здесь Все выглядит Как именно ромашки В минах Но мы сейчас Проходик Позакрывать Дальше будем Обязательно Обязательно будем Закрывать Проходик дальше Оп Раз Оп Два Чуть-чуть откатик Аккуратный Сразу по Викингу тычку Добавляет Мину Ну и конечно же Мы его забираем Все равно Пока что маловато Противников у нас Улетело нарез Именно минами Маловато Маловато К сожалению Маловато Я ожидал Что у нас будет Получше Все это дело Идти Ой-ой-ой Это хорошая Сводочка была Контентовая Так и по резистам Кстати у меня тоже Здесь не все идеально Было бы наверное Неплохо Если бы я бы взял Б резист От Магнума Грома Да вот так вот мы возьмем Магнум Гром Скорпион Вот так вот Такой резист Будет для такой катки Очень хороший Не знаю Чего здесь Мины стоят Проходим Магнума Это мины Или не мои Не знаю В общем Сейчас проверим Оп Пошел Контентик Не Не пошел Но видите Противник Очень боится Очень боится Ехать на миночке Хотя чего тут бояться Если вы Играете в игру В режим В котором вам нужно Доставлять И вы при этом Не едете По минам В единственных Двух проходах Ну как-то это выглядит Грустно И глупо Одновременно Потому что вам нужно Доставлять Оп Миночка сработала Еще и критовая Миночка сработала Есть контактичек Есть контактик Так И еще вот сюда добавляем Здесь сразу Три мины поставил Я не понял Чем он ставит Мины так до сих пор Но чем-то интересно Поставляет Так Пробуем сейчас Судочку дать Чуть-чуть на откатике Чтоб на себя Не уничтожить Так Диашку выжимаем Минку добавляем Еще одну минку добавляем Сводочка летит У меня восьмерки Но такая сводка Никогда не работает Овердрайв Вижу по таймингу Можно втушить И три противника Унести нарез Максимально Качественная Эффективность Оп Добавляем Еще миночку Оп Добавляем Еще миночку Чуть-чуть Откатика Аккуратного Шесть минут До конца У нас уже этого боя Осталось Нифига себе Так быстро Бой летит С этими Контентовыми Минами Так И еще Добавить Хорошо Так Теперь мы жмем Мину Жмем аптечку Добавляем Еще мину Выкатываем В наглую Под дропчик И уходим В сейв позицию Обратно Добавляя Еще одну Минку Шесть мин Мин или 7 Мин или 7 У нас Весь в проходе Поэтому Мы акцентируем Теперь внимание Уже на другой Проход В котором Как раз таки Уже стоят Не только Мои мины Но и Мины Моих тиммейтов Поэтому Здесь Уже Если что Вдруг Можно Сделать Добавочку Мин 30 секунд Мой дрон На кулдауне Чуть пассивнее Надо сыграть Не слиться Эти 30 секунд Но Пассивная игра Это не то Что я хотел бы делать Поэтому мы сразу же Даже без прожатия Расходки Вгазовываем В точку Где будем Ставить Мины Раз Одна Два Три Три мины Сразу Быстрые Уже стоят Теперь мы Обновляем Броней Еще одну Мину Подбираем Дроповую броню Нет Не подбираем Дроповую броню Забирают У меня дроповую броню Дроповую дд Хорошо Еще одна добавочка По мине Водочку Теперь по Скорпиону Который стоит В одной позиции И никуда не двигается Отлично Его тоже уничтожаем Чуть мин есть Здесь Теперь возвращаемся К другому проходу В котором уже Мин маловато Викинг может быть Хорошо Подрывается На миночках Супер Вот примерно Вот такая эффективность У вас должна быть На постоянной основе Плюс-минус Вот так вот Вы должны действовать И тогда все у вас Будет шикарно работать Овердрайв Шикарный От моего тиммейта На мою страховку Прожимаем Минку Раз Нитрушку Надобавочку И еще одну Миночку Два Броню Через 5 секунд И еще одну Миночку Три Дроповая броня Еще падает Это будет Четыре Три Есть Дроповая броня Оп Уходит С кулдауна Моя расходка Четыре ДДшка Сейчас будет Пять Аптечка Шесть И вот так Он конечно Это может Сделать Но Ему придется Сначала Пройти Нашего друга Валеру А вот Нашего другу Валеру Уже пройти Не так просто Для начала Он должен Получать Хорошее количество Урона Так Мины стоят Викинг играет Играет На мины Конечно играет А что может сделать Ну что Что Он вживает Овердрайв В надежде Меня слить Окей Хорошо У него получается Меня слить Дальше Что Мины Это остаются Это минер Это не диверсант Какой Здесь у него Нет возможности Меня уничтожить И мины пропадут В этом и есть Весь прикол Этого дрона Что ты даже Уходя на рец За собой Оставляешь Всю ту кучу Которую ты поставил И вот видите Он еще раз Играет В эту же самую зону Опять хавает мины Опять остается Без аптеки Пошли доставки Не понял Сейчас Как это у нас Пошли уже доставки От противника Что то я сейчас Не Вразумил Давайте Кому исправлять Будем эту ситуацию Очень Очень Неприятный Моментик Где то там Мамонт Овердрайв Слышу Опасный Какой то Наврывчик Мамонтелла Так А здесь Это работа Жесткая Жесткая приемочка Четыре минки Уже есть Давайте закроем Хотя бы этот проход Потому что противник Что то уже разошелся И может в теории Еще и камбэкнуть Эту катку Так минки рабочие есть Супер Одной минки хватает Чтобы уничтожить Противничка И Так а вот это тоже Противник Офигеть Почему он катает По нашему Лишь Не обнаглел А ну ка пусть хавает мины Хорошо Валерочка Молодец Валерчик Молодец Молодец Минки схавал Сработало Все четко идеально Дашечку Зря конечно Поторопился Прошел Ничего страшного Это больше подстраховочку Бах Еще добавки О подкатик Дроповая нитра Добавка Еще одной мины не будет А и у меня на кулдауне Был до сих пор дрон Ага У меня до сих пор На кулдауне Оказывается дрон Был так Не поперегайся Противник что то разыграется Разыгрался Разыгрался Противник Очень плохо Что сейчас У нас летят доставки Полторы минуты Остается до конца Мы ведем еще пока что В плюс 5 доставок Но Это не так много Это не так много Когда противник Начинает агрессивно Вот так вот действовать Это уже Не такой хороший результат Конечно же Я вжимаю шар Чтобы засейвить Свой флаг Мы не можем Такие катки проигрывать Ни при каком раскладе Тут уже чуть-чуть Приходится реализовывать Не только Свои мины Но и Реализовывать Возможности Моего корпуса Чтобы не проиграть Такую катку Так И доставки у нас нету Да Доставки нету Хорошо Пробуем добавлять Тогда мины Сюда одну Доставлю Ставим Урончик Блин Мину объехал Очень плохо Блин Доставка еще одна Залетает Офигеть У нас просто Доставка за доставкой Уже от противника Залетает Но 5 доставок За минуту Наверное Не получится Не получится У противника сделать Я думаю Что это не будет работать Но вы видите Как они все таки Пробили нашу оборону У нас очень На протяжении Долгого времени Стояло большое количество мин И вот Как раз таки Здесь решает Этот момент Когда я сказал Что если вы запикиваетесь В новую катку И начинаете ставить мины То это будет работать А вот если вы запикаетесь В начатую катку Где противник Уже Разошелся Уже продавливает зоны Уже вас постоянно Уносит нарез Да Это будет сделать Крайне сложно Прям безумно сложно Но минки работают Ну работают Просто работают Рабочий минерчик Мне очень сильно нравится То что я могу сам Выбрать позицию мины И нету вот этой вот Ромашки Да Которая Из которой половина мин Просто бесполезны Да Здесь Каждая мина Она очень эффективно Будет работать Так что Ты сам выбираешь Позицию этой мины Да И ты понимаешь По какой траектории Будет въезжать противник И как он будет подрываться В общем и целом Если у вас стоит выбор Между этими двумя дронами И вы до сих пор думаете Как выполнять Заданочку Эту с минами То вот вам Вариант реализации Этой Ну как по мне Не самой сложной заданки Да Хоть и на первый На первый взгляд Кажется что это очень сложно Что это Не так просто Выполнить Я скажу Я скажу что это Все реально И ничего сложного Нет Берете дрон минер Даже если у вас он не каченный Даже если он нулячий Берете его Берете Я на бездонате Выполнил На полностью нулевом Дроне Который сохраняет 10 мин Я даже на нем Выполнил эту заданку Поэтому Берете минера И спокойнейшим образом Выполняете Диверсант Даже близко Не стоит с минером В принципе Я До этой миссии Честно вам скажу Об этом не знал Я не знал Что диверсант Настолько хуже Чем минер Но Вы сами все видите Поэтому Если вам понравился Данный видеоролик Обязательно Поддержите данный видос Лайком Он получился Супер длительный Но я надеюсь Что Если вы досмотрели до конца То он вам Обязательно понравился И вы поддержали его лайком Пишите в комментариях Что вы думаете По поводу этой заданки По поводу Тем чем Выполняли вы ее Ну и конечно Не забывайте Про наш Дискорд сервер В описании Ссылочка на него есть Все оповещения Приходят именно там Потому что колокольчик Нынче работает Как-то нестабильно Но вы его тоже Можете буткануть Можете его тоже Воткнуть Если у вас он не стоит Может быть И там оповещение Будет приходить И через дискорд Вы будете оповещение ловить И не будете пропускать Ни новые видосы Ни стримы Которые у нас Ежедневно проходят Ну и конечно же Не забывайте Про тег создателя контента Который находится В настройках игры В аккаунтике Мой личный тег Это ТегТМП Устанавливайте его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов И 20 тысяч танкоинов Буквально Недавно У нас Стартовал новый розыгрыш У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok